Добрый день дорогие друзья! Хак Песах Самеях! У нас сегодня большой праздник, называется он Песах. Сегодня у нас как раз 14-я Ниссана. И мы празднуем Песах. Тора пишет, что мы должны взять по огненку или козленку на отчий дом и зарезать. Если мы рассматриваем исходы из Египта, то тогда мы брали этих ягнят, козлят и обмазывали косяки кровью, чтобы ангел-губитель не погиб. Но потом Всевышний нам предписал каждый год 14-го Ниссана справлять праздник Песах. Это у нас один день. Мы берем идеальных ягнят или козлят без единого порока. Приходим в храм. Это уже вторая половина дня. После дневного жертвоприношения его сдвигают как можно ближе к полудню, чтобы все могли успеть до вечера принести жертву в Песах. Привозят ягнят, не достигших года. И может человек даже сам его зарезать, если умеет. Коины берут кровь в крапильницу и окропляют им жертвник, плещут кровью этой на жертвник. Люди привозят много Песахов. В храме есть специальные крюки, на которых подвешивают Песах, это ягненка этого, и свяжуют его, снимают шкору, все делают. И коины становятся в два ряда. У одних коинов идут такие кувшины, они золотые, у других серебряные, и они друг другу передают эту кровь. И последний, который стоит ближе всем к жертвнику, он плещет ей на жертвник. И в этих сосудах дно не плоское, а острое, чтобы человек его не поставил и не забыл, чтобы кровь не свернулась. Тогда она уже не годится для того, чтобы перенести жертву Песах. Вот так. И это красиво, золотые и серебряные эти сосуды, видны коины, передают друг другу. В общем, это очень красивое дело. Если не хватает крюков в храме, то человек берет шест, ложит одну половину шестана на свое плечо, напротив становится его товарищ, вторая половина шестана на его плече, и подвешивает на шесте этого ягненка и свяжует. Один с одной стороны, другой с другой. В общем, так это все происходит. Потом его надо прожарить на огне. Всевышний сказал не сварить его в воде, как обычную жертву, допустим, мирную, и не просто испечь ее, как обычно, в духовке или где-то. Он говорит, вот, вы должны прожарить именно на огне. Как это сделать? Если мы, допустим, возьмем ее на железный шампур или на какую-то решетку железную, то он зажарится от металла, а не от огня. Как же сделать? Нужно тогда взять деревянный шампур и продеть его насквозь этого ягненка, и подвесить его в тендере и сделать. Но, мудрецы, говорят, он же должен быть прожарен, а сваренный в воде не годится. Дерево пустит что? Оно пустит сок. И тогда он будет опять сваренный в воде. Как же сделать? Для этого есть гранатовое дерево. И шампур из этого гранатового дерева сок не выпускает. Это дерево сок не дает. И тогда у нас получается то, что требует Тора. На этом гранатовом дереве получается жарят этого Песоха, и он полностью годится для выполнения заповеди. Каждый должен съесть по Казаиту этого достаточно, чтобы выполнить заповедь. Казаиту с маслиной размер. Если человек съел от этого ягненка, то заповедь выполнена. Но таких ягнят же немного. А надо получить от праздника удовольствие, поесть мясо. Если там, допустим, много людей обеднится вокруг одного ягненка, то по кусочку мяса это праздник не будет. Поэтому Всевышний говорит, берите другое животное еще дополнительно. Называет это жертва Хагига. Берут, допустим, любое, можно барана, можно быка, любое животное. И его в это же время режут. Это мирная жертва, которую едят всю трапезу, а заканчивает трапезу именно мясом ягненка Песох. И тогда заповедь выполнена полностью. У нас есть праздничное блюдо, на нем стоит жареная косточка, напоминание о том Песохе, который мы приносили. Мы ждем, что у нас будет храм, и мы начнем снова так поступать. И вот это вот Хагига мясо мы наедаемся и заканчиваем трапезу мясом ягненка Песох. Это едим с опресноками, с мацой, и с горькой зеленью. Вот, лук для этой цели не годится, перец тоже не годится острый, это берется хрен, или берется цикорий, в общем острые, такие сладные листья, и выполняем эту заповедь Песох, едим. Значит, что еще важно в этом деле, написано, что костей с ним ломать нельзя. Это не то, что на всех мирных жертвах нельзя ломать кости, нет, именно в этой жертве ломать костей нельзя. Ну, раз все вышли, так написал, мы не знаем почему, но не ломаем и все, едим. Мудрецы задают вопрос, а как же так? Бывает, допустим, в большом быке эта кость твердая, а в маленьком ягненке она еще мягкая. Как же нам поступить в такой ситуации? Потому что мы к костей, допустим, не ломаем твердое, а вот в мягком ягненке подумаем, что это можно есть. Ну, мудрецы разбираются этим вопросом и советуют, что те кости, которые твердые, в большом быке они есть и в маленьком. Ну, есть разные мнения на этот счет. Что мы можем в этом подумать? Почему костей себе не ломать? Знать мы не знаем, ну, можем представить, пишется же, что он должен прожарен, а если мы эту кость поломаем, то возьмем этот мозг костной и поедим, получается, он как бы запечен и как бы вареный, может быть, из-за этого нельзя? Не знаю ответ на этот вопрос. Но Тора обещает, мы так не делаем. Можно его есть только до полуночи этого ягненка. Тора так и говорит. Мирная жертва. У нас есть два вида мирных жертв, которые можно есть до полуночи, а можно есть и два дня и ночь между ними. Вот эта жертва, которая называется Хагига, то и есть, Боже, два дня и ночь между ними. Но, Всевышний сказал, запресок, что мы обязаны съесть его только до полуночи, и если мы будем есть трапезу, мы выпьем четыре бокала вина и можем опенеть, и можем перепутать мясо Хагиги, мясо Песаха и случайно оставим от мяса Песаха на следующий день, то будет нарушение заповеди. Это очень серьезное нарушение. Поэтому, мудрецы сказали, как мы поступаем с Песахом, так же, как и Григои. Все это едим до полуночи. Остаток сжигается на следующий день. Это называется Натар, его сжигаем. Вот так. Это называется праздник Песах. А вот потом идут семь дней праздник опресноков. Семь дней следует есть опресноке. Праздник Моцы. Пресная сухая Моца. Это нам напоминание, что мы 30 дней при выходе из Египта ели Моцу. Вот так. Мы не успели запастись пищей. Вот у нас была Моца. Было у нас тесто, которое не успело скваситься. Но наши мудрецы говорят, почему это написано? Неужели мы так быстро покинули Египет всего 18 минут на все от замеса воды с мукой до того, как она должна уже в печи быть или выйти из печи? То получается наш мудрец просто нам показал Всевышний, что мы быстро вышли из Египта. Вот так вот. Что мы быстро собрались немедленно вышли из Египта. Вот так. И поэтому Моцу мы едим вот в этот праздник. И мы не едим ничего квасного. Это значит, что хлеб мы не едим, печенье не едим, водку мы пшеничную не пьем, виски нет. В общем, только что касается Моцы. Из Моцы мы можем сделать любое изделие и можем его кушать. Это разрешено. Некоторые люди очень строго к этому относятся. Едят только Моцу над кульком, чтобы крошки не рассыпались, потому что они считают, что если в этих порах Моце осталась мука непропеченная, она упадет на пол как рожки и там будет что-то разлито и заквасится. И Ахамед в Песах запрещен. Поэтому устражают. Это очень серьезное дело. И едят над кульком. Кроме уважения это ничего не заслуживает. Эти люди очень серьезно соблюдают. и надо конечно стремиться так соблюдать. В общем и многие люди готовят из Моцы Моцемель. Из Моцемеля пекут что угодно и делают кнедлах и разные блюда шикарные. В общем вот так вот. Те люди которые устражают что не пользуются Моцемель в Песах то они тоже прекрасное блюдо готовят. Они берут допустим если это рыба жарит ее в орехах или еще в чем-то что не является из муки изделием или в чем-то другом могут пожарить в том что разрешено в Песах. Также допустим я ел и груши которые тоже запекали в этих орехах тоже классное блюдо получается. Они устражают да но в седьмой день Песаха уже получается восьмой они тоже послабляют и едят как обычно мацу положат ее на стол они в кульках едят тоже есть такой тоже закон что восьмой день уже они послабляют как обычно едят мацу в Песах не устрожая вот такое вот такое вот вот это что я хотел сказать Тора нам не заповедало что есть семь дней мацу и никуда не деться нет Тора говорит в другом месте шесть дней следует есть опреснуки в одном месте семь другой шесть раз говорит что это послабление говорит что мы имеем право не есть остальные шесть дней в Песах мацу можем есть что угодно а главное не езд хамес хамес это изделия из пяти видов злаков это пшеница полба полба это дикая пшеница рож ячмень и овес вот эти изделия кроме мацы мы не едим вот эти дни Песаха вот так вот все остальное не запрещено но европейские евреи не едят китниот то есть ни кашу ни гречную никакую кашу мы не едим которая не относится к пшенице ко всему мы стараемся это не есть мы едим картофель цифарские в рейсе это позволяет и рис в Песах и едят другие крупы им это разрешено у них закон такой и все это правильно это все равно Тора то есть у Торы 70 лет они понимают так значит так мы это не делаем потому что можно перепутать потому что можно перепутать в разбухшем состоянии пшеница может напоминать там допустим горох или что-то еще поэтому чтобы не перепутать мы устражаем в этом плане и не едим китниот есть люди которые едят и все правильно если мы пришли в гости допустим в Севарскую семью на Песах это все разрешено они делают плов едят даже если мы возьмем мясо из этого плова мы ничего не нарушим рис мы не едим вот так мы не едим но здесь устражать не обязательно для себя вот так мы можем это мясо из этого плова и есть такой закон все а на сегодня наш урок заканчивается всем желаю прекрасного Песаха всем желаю крепчайшего здоровья Ру Булдан за поднятие души Мойша бен Давид Берта Бадесраэль памяти Павел бен Ефим Яков бен Ахум Владимир бен Григорий за здоровье Давид бен Стелла Светлана бен Клара Шолом Йона бен Цара Шимон бен Цхак Инна бен Цхак Инна бен Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бен Ривка Рахель бен Лилия Полина Перв бен Соня Сура Лена бен Клара Стелла бен Тойба Женя бен Ида Анна бен Елена Эфим бен Эстер Двор Робот Миря Моисей бен Ева Ирина бот Дворра Йосип бен Раиса Инесса бот Маэль Евгений бен Берт Евгений бот Ита Фира бот Анна Геннадий бен Елена Лена бот Инесса Ольга бот Светлана Йосип Дан бен Цара Таня бот Фрида Инна бот Рива Вадим бен Татьяна Юлия бот Белла Яков Йосип бен Рахель Шимон бен Бера Фейга бот Берта Ася бот Года Марк бен Нина Ира бот Вера Леор бен Клара Рафаэль бен Клара Цана Цепора бот Сара Ида Менхая Абива Эфим бен Соня Майя бот Фаина Алексей бен Ольга Клара бот Броня Гая бот Сарит Маза боснаст Ирина бот Ури Ароны рябен Ри За хороший дух Ароны рябен Двор Радиз бен Ахум Абигаль бот Сара Ханна бот Абрагам Рафаэль Ариалей бен Лариса Галья бот Гедалия Параса и Брюд Владимир бен Рая Анна бот Александра Марина бот Рая Борис Вен Марина Алексей бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парасаков Она мазал то Что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю еще раз Прекрасного Песока Всего желаю крепчайшего здоровья И до следующих встреч Надеюсь он состоится После Песока В пятницу На следующей неделе Все Шалом Хак Песок Смех